здравствуйте на канале этом тв программа разбор полетов сегодня ввиду я михаил горин со мной в студии журналисты мои коллеги павел маргулян здравствуйте и лазарь данович здравствуйте тема беженцев точнее африканских беженцев в израиле приобрела скажем так неожиданный поворот достаточно ироничный и интересный так вот как стало известно некие богатые евреи как пишут из нью-йорка точнее так понял из бруклина потому что это отдельный город да так вот они заявили что готовы приобрести квартиры по соседству с домом где живет председатель верховного суда израиля и там поселить эритрийцев беженцев из эритрий которые в израиле создают определенные проблемы по которых уже много говорено написано не будем углубляться те кого это интересует могут посмотреть и материалы в интернете так вот они решили поселить там эритрийцев по соседству с представителем верховного суда дело в том что именно верховный суд точнее высший суд справедливости в израиле это практически одно и то же буквально недавно очередным своим решением запретил по сути делу государства насильно выселять беженцев из израиля и вот вот решили такими методами бороться или не бороться или насолить вот давайте мы попробуем обсудить а что это вообще такое пожалуйста павел вообще-то новость вас заинтересовала но я вообще смотрю на нее как шутку как на шутку потому что ну вот так вы бы про себя сказали я хочу просто понесли а вот так и и надо вот пусть на себе пойдет на своей шкуре поймешь это такое многие в социальных сетях именно такие комментарии я допускаю вообще в социальных сетях могут быть любые комментарии вряд ли могут удивить сегодня любые комментарии, но я это смотрю как шутка, потому что для того, чтобы предоставить человеку квартиру, вот если мы посмотрим на эту шутку серьезно, для того, чтобы человека поселить в какой-то квартире, у него должны быть какие-то права, какое-то гражданство, должен быть где-то оформлено. Почему? В наем взаимодействуют квартиру. А где? Эти люди не в парках живут здесь? Все эти 70-80 тысяч. Я думаю, что им предоставляется какое-то жилье муниципалитета. Ну, ничего подобного. Поверьте я живу в районе, где очень много этих людей. Они снимают квартиры, платят деньги, они хорошо зарабатывают. Многие из них, во всяком случае, большинство. Они снимают квартиры, им никто в этом не мешает. А что вы думаете, они будут жить на Кикармдина? Это одна из центральных площадей Тель-Авива. Хорошо, значит, а почему они живут здесь? Давайте тогда посмотрим. Почему они живут в Южном Тель-Авиве? Потому что здесь есть работа, которая им предоставляет за те небольшие деньги, которые им платят за эту работу. Я так полагаю, что... В элитный район Иерусалима они не поедут. Они поедут, но сбегут оттуда сразу же. Даже если им бесплатно позволят там жить. Я думаю... То есть вы имеете в виду, что чисто технически это не получится? Я имею в виду, чисто технически это не получится. Да. А по поводу богатства, которые вот так не дает правительству. Мне кажется, это правительство переводит стрелки просто на богатство, чтобы перевести их с себя. Я на эту тему думаю так. Богатство, значит, правительство понекрасно понимает, что оно не может просто так взять их подсадительные самолеты и где-то их высадить. Их никто не примет, во-первых. Вот сейчас мы смотрим историю в Италии, какая там на министра внутренних дел, чуть не уголовное дело завели из-за того, что он отказался принимать беженцев. Их никто не принят. Во-вторых, даже если принято, Израиль нарушит все международные законы, которые он подписал и обречет какие-то проблемы на свои собственные головы. Правительство это прекрасно понимает. Ну и некоторые, я хочу сказать, что некоторые члены, причем даже не правительство, а, по-моему, Кнессета, пытаются перевалить проблему с больной головы на здоровье. Мы еще к этому вернемся. Это интересная тема. Лазарь, тот же вопрос, что я вначале задал Павлу. Ты когда услышал эту новость, ты что про себя подумал? Вот так и бы надо? Я, во-первых, подумал, что это достаточно дешевая и глуповатая провокация, в первую очередь. Потом я подумал мягче, что это фейк-ньюс. Потом я подумал хорошо, предположим, это происходит. Но хотя предположить это трудно. Предположим, это происходит. Этого никогда не произойдет. По нескольким причинам. Первая причина, что люди, которые действительно озаботятся тем, чтобы оградить себя от такого соседства, а это, если речь идет о СТР Хают и ее окружении, предположим, то есть о людях юридических, о судейских, об адвокатах, они найдут тысячи уловок, они найдут тысячи возможностей не допустить этой сделки. Либо ее доказать, что она незаконна, либо ее просто заволокитить, либо ее сфабликовать против нее все, что угодно, против этой сделки. Хотя я не верю в нее, ее нет. Ну хорошо, допустим. Да, допустим. Хорошо, допустили, допустили. Потом они там напугали ежа кое-чем. Эти люди не ходят по земле. Эти люди из машины в машину, из машины в собственный дом. Они не сидят около подъездов, семечки не лузгают. Они с сумками-шотландками не ходят в ближайший гастроном. Им, в общем-то, в принципе, достаточно все равно. Будет там 15 нелегалов или будет там 18 нелегалов, они их никогда не увидят. Это небожители, они живут отдельно от нашей страны, от нашего мира, от нашей свадьбы. То есть, как говорил Жуанинский, это не борьба и это не результат. Не борьба и не результат. Теперь Павел правильно задел вот такой момент. Это уже фейк, потому что они не найдут такого, 15-ти даже, этих 30-ти, они не найдут африканцев, которые согласятся переехать в злобно настроенный к ним северный Тель-Авив. Им до сих пор прекрасно везло, потому что их сгрузили и заставили фактически жить среди вот этого, все в кавычках, такого марокканско-еменского, бухарско-тайманского окружения, которое, уверяю вас, значительно более добрее к ним бы отнеслось, нежели вот это польско-румынско-германское население северного Тель-Авива, которое не потерпит рядом с собой ничего того, что мешает им. Это во-первых. Они не поедут на растерзание туда. Во-вторых, вот эти все невольничьи рынки, которые ты прекрасно тоже знаешь, где находятся, где их подбирают, африканцев подбирают по утрам вот эти жулики-кабланы на один день, на два дня, на работу по-черному. Ну, такие-то временные работы. Временные работы, незаконные и уголовно наказуемые, потому что это все без налогов. Вот. Они их набирают на этих невольничьих рынках. Они все находятся, я прекрасно знаю, где. Это мост Кибуц-Голуед, это обе таханы, старое и новое, это шхуна Шапира, где они сидят на травке и ждут, когда их подберут подъезжающие вот эти бобики-автомобильчики. Куда-то они от этого уедут. В Северный Тель-Авив, как они доберутся до своих вот этих вот мест, где их покупают, на чем? Бешком, на велосипедах? Они не пойдут туда. Это первое. Семейные не пойдут, потому что все садики, а 99% детских садов и яслей в Южном Тель-Авиве, это уже абсолютно чернокожие, ну и слегка еще азиатские. Там уже нет никого израильтян. Куда они уедут от этого? Куда им ребенка везти? Это второе. Третье, они ни за что не согласятся на это, потому что там уже у них свой мир. Там уже своя полиция, в смысле, или израильская полиция, которая к ним притерлась, а они к ней. Там их кафе, там их парикмахерские, там их магазины, там их катраны, там их бордели, там их склады купли-продажи краденого. Там уже совершенно не Израиль, там свой мир. Как они бросят свой мир и поедут в Северный Тель-Авив. Поэтому это все глупость и вранье. И вступила тут политика отнюдь не забота или не забота об этих людях. Политика ровно такая же, как была в бассейне Гордон, отвратительная выходка была тогда. Вы помните ведь, да? Да. Я напомню тем, кто не в курсе, несколько лет назад, когда это было еще более острой проблемой, два крайне таких правых активиста израильских, очень известных, они арендовали автобус, в месте скопления африканских беженцев взяли 40 человек, купили им плавки и повезли их в центральный... И шапочки. Шапочки, в общем, все, что нужно. Повезли их в центральный, очень дорогой и престижный бассейн в Тель-Авиве, в центре Тель-Авива. У администрации бассейна не было никаких оснований отказать этой группе посетителей туда зайти. И, как описывали очевидцы, те, кто купался в бассейне, резко оттуда удалились, мягко говоря. А по некоторым данным, администрация бассейн даже сделала после этого там дезинфекцию, хотя это не подтверждено, утверждать не буду. Что это была забота, а о чем? Что кому хотели доказать? Нет, ну люди себе делали пиар, на мой взгляд. Вот, они именно делали себе пиар. Это не была забота о людях, которые страдают от этого африканского нашествия. Это не была, не дай бог, не забота о тех самых африканцев, которых сюда занесло. Это было только для себя. И то, что вот это, это тоже только для себя, для политиков, это грязные игры. Но вы знаете, вот признаюсь, честно говорю, я вам задавал в самом начале такой вопрос, как вот вы в первую минуту откликнулись на подобную новость. Я тоже хочу признаться, я был участником многих обсуждений, Лазар знает, подобные темы. Тем более, что я, как уже сказал, живу в этом районе. И я как-то в сердцах сказал, вот вы знаете, я человек не популист. Но тем не менее, мне очень хочется, чтобы вот людей, вот всех этих беженцев, направляла вот эта невидимая рука не в Тель-Авив, вот в эти районы бедноты, где они сконцентрированы. И еще больше опускают эти районы, превращая их в совершеннейшую клоаку. А чтобы ими заселили Герцлию, Савьоны и прочее, к Варш-Мириягу, где живет наша элита, где живут все эти адвокаты, чиновники высокопоставленные, возможно, министры, чтобы они жили с ними по соседству, чтобы для них это стало реальной проблемой. Потому что пока она вот в Южном Тель-Авиве, то, на мой взгляд, она для них некая нереальная проблема. Она как бы есть, но ее как бы нет. Я понимаю, что это был популизм, что так говорить нельзя, нельзя пытаться влиять на власть подобными методами. Но, честно говоря, в душе мне этого очень хотелось. Но этого никогда не будет. Я приведу пример, если я никого не злоупотребляю. Нет, нет, пожалуйста. Я приведу пример. Значит, озаботились тем, чтобы вот это вот, как ты ее назвал, клоаку, каким-то образом изменить ее ландшафт. И построить там, на месте уже совершенно развалюх, на месте антисанитарии, построить современные дома. Высокие, с балконами и лоджиями, с подземными стоянками, с лифтом. Ну, в общем, совершенно современные постройки. Построили там шесть или семь таких домов. На улицах Рошпина, на Вешианан построили. Их тут же раскупили там квартиры. Тут же хитрые израильтяне раскупили эти квартиры, потому что это центр города, место замечательное, если не считать, во что оно превратилось. И тут же сдали их тем же африканцам и азиатам. Вот. Поэтому и там живут люди, они приезжают на машинах, я это все вижу. Они заезжают в свои подземные гаражи на своих подземных машинах. То есть человек из них, который, извините меня тысячу раз, захочет жить как белый, он спокойно может это сделать и в Южном Тель-Авиве. Хорошо. И с той же, что называется оперы. Продолжая эту тему, собственно говоря, мы ее заканчиваем. Павел, вам вопрос. Когда вот эти вот правые активисты, о которых я рассказывал, устроили эту акцию в бассейне, они устроили еще одну акцию, если вы помните. И тогда, и сегодня есть очень много левых активистов. Во всем случае их называют левыми. Может быть там многие и не левые, но тем не менее. Это люди, которые обеспечены, частью это интеллигенция, которая живет в благополучных, комфортабельных районах Северного Тель-Авиве в подавляющем большинстве, которая выступает, как принято говорить, защитниками этих беженцев. Они всегда на их деньги нанимаются адвокаты, которые блокируют вот эти самые иски о их выселении из Израиля и так далее. Так вот, вот эти вот правые активисты, которые устроили акцию в бассейне, устроили еще одну акцию. В канун праздника, по-моему, это был праздник Рошашана, не помню, каких-то еврейских праздников. Они ходили по местам скопления африканских беженцев и раздавали им приглашение прийти на эти праздники в дома к израильтянам, но адреса, точные адреса указывали вот этих вот тех самых левых активистов, мотивированные тем, что они не понимают эти активисты, не понимают того, что происходит, и что если они с этим столкнутся, вот если к ним придет это нашествие, как они утверждали, тогда они, может быть, поймут и опомнятся. Может быть, в их словах есть какая-то правда? И доля рациональности, что эти люди не понимают? Смотрите, нет, я еще раз говорю, во-первых, я согласен с тем, что вот эти самые правые или непонятно какие активисты делают себе пиар на этих. Они используют их как товар для своего собственного раскручивания. Не проблема там левых судей, адвокатов или так далее, живущих, причем они, я так думаю, что у нас юридическая элита живет не в Северном Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Не в этом проблема. Проблема в том, что правительство не знает, как решить эту проблему. Понимаете? Не надо в суде никаких адвокатов. Перед судом есть международные законы, подписанные нашим государством. Они смотрят на эти законы и говорят, ребят, вы не можете их выселять, вы не можете их отправлять за границу, потому что вы подписались под Женевской конвенцией и так далее и подобное. Причем здесь суд, причем здесь левые адвокаты. И вот этот подход, я не совсем его понимаю. Что они виноваты в том, что они живут в престижных районах, что ли, в этом их вина, они заработали себе это право, жить в таких районах. Поэтому недавно правительство было на грани решения этого вопроса, когда Антониеву огласил договоренность с ООН, по которой половина должны были высадить. Вечеру, под давлением правого лагеря, который не согласился на то, что половину их оставили, 16 тысяч человек, которые расселили бы по всей стране, мы бы не заметили их вообще. Это проблема со словами. Не хотят расселять. Понимаете, не вот эти левые судьи не хотят расселять. Это в правительстве или какие-то политические круги не хотят этого. А стрелку переводят на судей, на адвокатов. Не в этом дело. А по поводу вашего предложения, если их расселят в Бельцелье, в Парш-Мирягу и так далее, мы уверены в том, что через год или два Южный Тель-Авив превратится в Северный Тель-Авив, что его отстроят. Это тоже не их проблема. Это проблема Ирии, как минимум, Тель-Авива, которая не хочет вкладывать туда, или у нее нет денег. Хотя у нее деньги есть. У Ирии, Тель-Авива, у муниципалитета есть деньги. Шхунат Шапира, так называемая, годами была Клоакой до этих эмигрантов. Она была Клоакой. Всегда она была Клоакой Тель-Авива. Так она и до сих пор осталась. И не в них дело там. Понимаете? Ну, справедливости ради должен заметить, что я живу Шенат Шапира 25 лет. И когда я туда приехал, это действительно был не самый цветущий район. Туда действительно вложили много денег и навели там порядок. Но все это действительно рухнуло буквально после этого нашествия. Хочу подтвердить. После этого нашествия. Это именно так. Я сейчас не снимаю ответственности с муниципалитета Тель-Авива. Это отдельная тема. Может быть, не на нее поговорим. Но сделано было очень много и все превратилось в плед, в тлен. Да. Ну, хорошо. Мы ничего так и не решили, ничего не выяснили, но просто подтвердили, что все очень плохо. Коллеги, большое спасибо. На этом все. Напомню, что со мной в студии были Лазарь Данович и Павел Маргулян. Всего доброго.